Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Паралепименон» или книги «Хроник летописей». И сегодня мы будем читать 22 главу, это небольшая глава, в ней 12 стихов. С первого стиха по девятый говорится о царе иудейском Ахозии. А вот с половины девятого стиха и до двенадцатого о том, как Гафулия захватывает власть, Гафулия над Иудеей. И мы читаем. «И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчища, приходившее с арабами к стану». «И воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского, 22 лет был Ахозий, когда воцарился и один год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Гафулия, дочь Амфрия». «Это та самая Гафулия, которая очень жестоким образом будет захватывать власть». «Почему избирается самый младший сын? Мы же читали, что избрали первенца. Первенец себя не оправдал. Да, его избрали, какие-то качества были, не только отрицательные, но и положительные, но он себя не оправдал. Решили избрать младшего, исходя из того, что покойный его отец меньше занимался его воспитанием. А так как его покойный отец был нечестив в целом, то решили лучше избрать того, который под меньшим влиянием находил своего отца. Но о нем далее говорится плохо. «Он тоже ходил путями дома Ахава, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела». Гафулия, дочь Амфрия. Ведь дом Июды породнился с домом Израильским, с домом Ахава. Это была серьезная ошибка, потому что эти женщины очень дурно воспитывали своих детей. «И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахаву, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему». Здесь немножко непонятно, о ком идет речь. Скорее всего, о потомках Ахава, потому что Ахав к тому времени уже был убит. Он был убит еще при Иосафате. Также, следуя их совету, то есть совету дома Ахава, он пошел с Иорамом, сыном Ахавом, царем Израильским, на войну против Азаила, царя Сирийского, Врамов Галаадский. «И ранили сириане и Арама, и возвратился он в Израиль лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским». Вот проблема Ахозии, он, казалось бы, потомок Давида. Но он потомок не только Давида, но и Ахава. И он прислушивался к совету дома Ахава, то есть к совету его потомков. И это как бы предрешило кончину Ахозия. И мы читаем далее. «И ранили сириане и Арама, значит, он возвращается в Израиль, чтобы лечиться. Когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским, и Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского, пришел посетить Иорама, который лечится, царь израильский, от ран. Иорама, сын Ахава, а Исраиль, потому что тот был болен, то есть в Израиль пришел, потому что тот был болен, там находился. И от Бога было это на погибель Ахозия, то есть Господь попустил, что он пришел к Иораму, ибо по приходе своем он вышел с Иорамом против Иуя, сына Намесиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахава. Когда совершал Иуи суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозия, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взял его, когда он скрывался в Самаре, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, и богоговорили, он сын Исафата, который взыскал Господа от всего сердца своего. Он не был сыном Исафата, он был внуком Исафата, но память об Исафате, она сохранялась даже у израильтян. Тем более вот этот Ииуй, он был поставлен Господом, чтобы сокрушить дом Ахава до конца, как и пророк Исаи, это не Исаи, а Илья это предсказывал. «Действие Гафолии, когда она узнала, что сына убили, и не осталось в доме Ахозия, кто мог бы царствовать, ибо Гафолия, мать Ахозия, увидев, что значит увидев, то есть узнав, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Юдина». Вот какая зловредная. Но Иосавев, дочь царя, взяла Иаса, сына Ахозия, и похитила его из среды царских сыновей, умершвляемых, и поместила его, и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Исафей, дочь царя Иорама, жена Иодая, священника, сестра Ахозия, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем, скрываемый шесть лет, Гафолия же царствовала над землей. То есть здесь мы видим, что вот этот элемент дома Ахава, проникший в дом Давидов, в дом Исафата, он принес жестокость, убийство, разложение и коварство. И каким-то чудом выжил один из потомков дома Давидова, его спрятали от глаз вот этой злобной Гафолии, которая сама воцарилась и правила над иудеей, наслаждаясь властью.